Доброе утро, ребята! Доброе утро, Красноярск! Всем прекрасного дня и с удовольствием вам представляю мою утреннюю гость. У нас в гостях Наталья Леонидовна Гейрут, первый заместитель министра культуры Красноярского края. И поговорим мы сегодня о шестом Назаровском кинофоруме отечественных фильмов имени Марины Алексеевны Ладынины, который пройдет на территории нашего края с 14 по 16 октября. Итак, Наталья Леонидовна, расскажите, Назаровский он называется? Насколько я знаю, пройдет он не только в Назарово, но и другие города охватит. Что это за города? Да, безусловно, у нас форум пройдет еще помимо Назарова в Вачинске, Боготоле, Шарыпово и вот, собственно, в четырех городах. А почему в Назарово? Просто потому что, ну, как-то вот кинофорум в Красноярске вроде как хочется, думаешь, сразу событие такое. Почему Назарово? В этом году к нам приезжает народная артистка России Ирина Алферова, которую мы все же, конечно же, знаем. Одна из самых красивейших, наверное, актрис и женщин современности, на мой взгляд. К нам приезжает народная артистка Лариса Лужина, народный артист Юрий Чернов, к нам приезжает кинематографист, кинорежиссер, сценарист и актриса Вера Сторожева. Примерный показ ее фильма, последнего буквально фильма 2016 года. Сдается «Квартира со всеми неудобствами». Она, кстати, пройдет в рамках нашего Назаровского форума в этом году. Также к нам приезжает Тимофей Федоров и молодая актриса, она уже достаточно известная, Елена Захарова. И Григорий Гладков, это наш известный, очень знаменитый композитор, который мы тоже так же все знаем еще по детству, по нашим мультикам. Конечно же, я знаю, что и красноярские артисты будут тоже участвовать в этих мероприятиях. Да, красноярские артисты и артисты наших музыкальных театров и филармонии примут участие, во-первых, в торжественном открытии форума, который пройдет у нас 14 октября в 17 часов в городском дворце культуры Назарова. Также в рамках форума пройдут творческие встречи уже с приглашенными гостями. Вот вы уже начали говорить про мероприятия, которые будут проходить в рамках открытия у нас 14 октября в 17.00. Еще какие мероприятия можно будет увидеть? В городах, которые я уже перечислила, Выштаачевск, Шарыпово и Боготово пройдут творческие встречи. Также мы 15 и 16 числа пройдут такие уже ставшие традиционные мероприятия, которых, я знаю, жители городов очень ждут. Это такие киноконцерты с участием наших приглашенных гостей, где они будут петь песни из своих фильмов, читать стихи. Делать, возможно, и капустники и так далее. То есть, поэтому очень интересные мероприятия. Попасть на эти мероприятия, необходимо какая-то регистрация или еще что-то. Если мы живем в Красноярске, мы можем приехать, то есть открыто? Конечно, безусловно. Вход свободный для всех желающих, поэтому мы всех ждем, милости просим. Вы так кратко перечислили, какие мероприятия будут. Более подробной программы можно ознакомиться на сайте, возможно, где-нибудь есть. Конечно, программа мероприятий размещена на сайте Министерства культуры и на нашем портале культура24.рф. Поэтому все можно увидеть, да, все доступно. Шестой раз проходит, уже наверняка сложились какие-то традиции, возможно, еще какие-то, ну, свои такие истории. Что-то интересного, расскажите под единственным. Вы знаете, уже традиционными стали в рамках форума, ну, во-первых, возложение цветов к памятнику Марины Алексеевны, который установлен в Назарово. Посещение музея Марины Алексеевны Владыниной, которая имеет совершенно потрясающую коллекцию ее личных вещей, которые, собственно, она сама еще при жизни, а потом ее родственники, потомки передавали в коллекцию этого музея. Ну, и, конечно, у нас есть такая тоже очень интересная традиция. Это закладка звезды, это у нас такая мини-аллея Голливуда, мини-аллея славы. То есть наши гости каждый год перед, собственно, торжественным открытием форума закладывают вот такую звезду в память о проведении этого мероприятия, о своем приезде в наш край. Где эта звезда находится, чтобы вы даже, например, так видели, что Назарова посмотреть? А у Назарова это площадь возле городского дворца культуры. Спасибо большое, Наталья Леонидовна, все подробно нам рассказали. Дорогие друзья, если у вас есть свободное время в эти выходные, 14-16 октября, Назарова, Ачинск, Боготол, Шарыпово. Я думаю, это действительно яркие, интересные события, которые стоит посетить. Спасибо вам еще раз, что пришли к нам этим утром. Напоминаю, у нас в гостях была Наталья Гейнгрут, первый заместитель министра культуры Красноярского края, небольшой президент Купенекса Крендич. Ну а на этом у меня все, ребята, передаю слово вам и еще раз всем доброе утро.